Дед Мороз несет подарок. Нам дети подарили подарок. Аня с Костей. Всем привет, ребятки. Забрали нам с Аней. Аня с Костей нам сделали сюрприз. Подарок на день рождения. Ладно, я вам потом покажу, попозже. О, придумали уже. Вот. И девчонки, сейчас буду варить холодец. Мне вообще с вами поболтать охота было. Вы мне столько комментариев написали. Спасибо большое. Столько подсказок по поводу контейнера в стиральную машину, как вы моете. И по поводу рыбы, как вы засаливаете. Спасибо вам огромное. По поводу холодца. Вы написали, что вы варите в мультиварке. Вам нравится. Девочки, ни разу, кстати, не варю холодец в мультиварке. Ну, может, для себя, если немножко сварить можно. А тот объем, который у меня мясо, он в мультиварку мне никак не поместится. Я буду варить, сейчас поставлю, ну, уже буду ставить. Мясо замочила. Я обычно на ночь замачиваю в воде, чтобы мясо, ну, как откисло. Не знаю, у меня мама так всегда делала, и я так готовлю. Вот я мясо сейчас поперекладываю. У меня тут свиная рулька, говяжья рулька, курица там под низом, шейки еще у меня. В общем, петуха не купила. Буду без петуха. Вот в такой кастрюле буду варить. В мультиварку мне только, не знаю, одна рулька влезет. И то, если влезет. Объем не подходит. Спасибо вам за то, что вы мне посоветовали, девочки, рыбу разделать. Вы же там написали, надо было их сахарку добавить и присолить. Ну, сегодня утром я ела бутерброд. Женя вчера ел, и София ела. Я немножечко ее вот так подсолила еще. И добавила сверху еще сахарка. И вот она мне сутки еще полежала в холодильнике. И вы сказали, надо ее разделать, на кусочки нарезать, ну, подготовить. И растительным маслом. Спасибо вам огромное. Я в первый раз такое делаю. Так что спасибо вам за совет. Сейчас я так и сделаю. Сниму с нее все. Сниму с нее все лишнее. И нарежу. Нарежу. Пока поставила, подготовила тут все мясо, разобрала, перета. Сейчас холодец буду варить, девчонки. Так, как мне ее. Вот так, наверное, как-то. Что, Смиташа плохо срезала. Да, погано срезала. Так, вот это я достала, наверное, тут. Ну, может, и немного. Ладно, сюда и поскладываю. И маслечком заправлю. Пока буду резать, с вами немножко пообщаюсь, девочки. По поводу, давайте поболтаем вот этого контейнера для машинки стиральной. Ну, там, вы многие пишите, что сейчас все добавляете в барабан. Я тоже уже порошок, жидкая, ну, гель, тоже все лью. Уже в машинку туда не заливаю. Просто у нас сильно вода жесткая. И, как правильно вы сказали, надо чаще мыть. Но, я думаю, больше всего он вымазывает, ну, как, известковый налет от воды. А вот этот контейнер от ополаскивателя, он больше всего, наверное, вымазывается. Просто чаще мыть. Я мыла в посудомойке, вы написали, можно мыть. Я один раз мыла. Ну, наверное, надо, вот я его вымыла, он нормальный, чистый. И раз в неделю его просто брать и вымывать, правильно? Ну, чтобы не запускать. Так как вода жесткая. Вода у нас краны. Надо будет все менять. Все менять. Потому что все в ужасном состоянии. Ты моешь, моешь их, а внутри механизмы там еле уже ходят. Кранцам поднимаешь, опускаешь. Вот эти шарниры, так плохо работают. Да, вот такие хорошие кусочки получаются. Да, я хочу, девочки, сделать рулетики. Ну, я буду готовить, я покажу вам. Покажу. Что еще? Хотя, что-то еще с вами пообсуждать. Там разными средствами у меня писали заливать-ка этот полностью, вот этот контейнер. Сейчас. Подружка позвонила, чуть-чуть сбила. Контейнер, вы говорите, полностью заливать, девочки. А вот эта, которая, ну, наружная сторона, она же такая глянцевая. На ней надпись, как называется, машинка. А нож от вот этих всех средств, мне кажется, оно все облезет и слезет. Я обычно, если заливаю, я так ставлю, запшикиваю немножко, ну, заливаю чем-то там, да, и приподнимаю, чтобы оно ж не повыливалось. А, ну, если можно вот так опустить, а верхушку-то, да, наверное, вот эту планку оставить вверху, а то все вниз опустить. В принципе, можно и так, да. Что-то я сразу так не подумала. Написали разные способы, девочки, спасибо. Я буду пользоваться вашими советами и лайфхаками. Ты-то поставила холодец варить? Думаю, сейчас как вырубят цвет, наварю я, наготовлю. Да? Вы тоже пишите. У нас там хоть сутки не было, вы по двое и по трое и больше сидите. Что, Софиюшка? А за рыбу я думала, вот, это буквально вчера мне написали в комментариях, я думаю, блин, а как же ж ее хранить? Думаю, что пусть так и лежит. А вы написали, что маслечком растительным. Так, девочки, еще меня просили там написать рецепт. Вот это ж, эти названия, буквы, то имена есть. Вот так видишь, имя есть. Начинаю включать комментарии, все, все, чтобы видеть комментарии. Все, сразу все вот это, без имен. Так неудобно. Потом мне надо человеку вам хочу ответить, имя ваше написать. Мне надо было, приходится отсюда выходить, заходить, по-другому смотреть. Вообще. Вообще. Мама, знаешь, как ты будешь тебе в комментариях писать? Отвечаю человеку юсеру. Ага, все юсеры. Юсер номер такой-то, юсер номер такой. Юсер номер 565. А, еще девочки, вам хотят сказать спасибо, что вы там заступаетесь. Я просто не всегда успеваю. Бывает света нет, интернета нет. Я не успеваю заблокировать людей. Я потом захожу, читаю, я их блокирую. Они уже больше потом, ну, если они новый канал не создадут, конечно. Ну, блокирую. Спасибо. Вы с ними не вступайте в перепалку. Это бесполезно. Вы только сами себе нервы портите. И хоть, знаете, как об стенку головой. Они на своем стоят, так что не надо. Девочки, спасибо. Поддерживайте. А вот рыбка немножко в соли и с сахарком полежала. Девочки, вкус не осталось. Жень, так никто не ломает. Боже мой, какой ты сильный. Косточки остались немножко тут. Нескан надо обгрызть. Женя, у нас герак. Он спагетти всю пачку так переломал напополам. Нет, ну это сильный. Я так жизни не переломала. Я достаю под чуть, ломаю и бросаю. Вкусно. Я так думаю, что вот так если покупать рыбку, и сейчас вам покажу, сколько получилось. Смотрите, сколько. Наверное, выгоднее самому солить. Ну, иногда. Можно. Да? Ну, еще вспомнила. Вы мне написали, что сам Вэл говорил, что надо 250 грамм соли. Девочки, я не могла найти его последнее видео. Вот недавно он солил рыбу. Там названия ж не было. Я просто прописала в Ютубе, там, как посолить рыбу Самвел Адамян. И у меня выпало видео, когда... Это он год назад снимал. Ну, я думаю, он же все время одинаково делает. А вы пишите, что надо 250. А я же добавила 200. А именно в том видео, которое я смотрела, он добавлял 200. 50. 200. А может, это он первый раз так солил. А потом понял, что надо чуть больше солить. Так что, если вы добавите 250, хуже не будет. Ну, может, что-то они любят соленую. Ну, вот она не соленая. Она вкусная. 50 грамм, может быть, этих лишних будет. Ну, надо пробовать. Все пробовать. Методом... Методом перевода продуктов. Нет. Так, мы поужинали. Мужа на работу провела. Так, девочки, вы меня просили еще раз и не один человек показать лампу. Я вам сейчас еще раз про нее расскажу и покажу. Оно мне как раз заряжается стоит. Девочки, вот такая вот лампа. Вот так она заряжается. Ну, как вот от телефона зарядка. Вот такая вот зарядка. Ну, здесь была такая маленькая. Ну, мы с телефона заряжаем. Вот. Вот эта часть, я вам уже говорила, она как гнется. Вот. Вот. И тут режим. Вот раз. Раз я нажала. Один, второй и третий. Самый слабенький. Вот. Ну, это сейчас свет горит. Она я... Ну, самый слабый, кажется, яркий. Вот, выключается. Вы мне говорили, ой, как же ж можно просто нажать палец, кто-то мне писал, и она сама переключается. У меня так не переключается. Вот я держу, и она не меняет. Только надо вот так. Вот. Вот так надо. Все. Она заряжается, и потом долго... Ну, мы, ну, не знаю, ну, сколько же мы пользовались. Часов пять, девчонки, она будет на самом маленьком режиме. Часов пять она будет у вас работать. Лампу, вы спрашиваете, где можно купить? Я ее покупала давно у нас в магазине у себя в городе. В том году я еще покупала. Я только что посмотрела на промки. У нас в Украине этот такой магазин, есть интернет-магазин, промоа, промоа. Там все, что хочешь, продается. Я нашла такие лампы, девочки. Ну, не именно точь-в-точь, похожие. Есть на прищепке, есть просто стоят. Так же само вот эта часть гнется, и вот эти светодиодные. Ну, одна была по акции, но они полторы тысячи стоят. Полторы и больше, до двух тысяч сейчас цена. Я ее покупала очень дешево. Даже я не могу вспомнить, за сколько, но не такая цена. Ну, не знаю, даже не могу вспомнить. Даже меньше, чем 500 гривен я ее брала. Она была недорогая. Ну, сейчас, видите, такая обстановка у нас в стране, что и свет выключают. Наверное, это очень пользуется спросом. Так же само, как и генераторы сейчас очень дорогие. Так что зайдите на промоа, пропишите светодиодная лампа на аккумуляторе. Ну, только ж вы смотрите, чтобы она работала. Ну, зарядили и аккумуляторная была. Микусь, может, мама видео снимает. Ты скажешь, а мне все равно, что ты снимаешь. Я тебя сейчас обниму, и все. Вот так. Обниму. Вот так. Девочки, хвостиком виляет. Хвостиком виляет. Ну, так, с мамой ей. Хорошо ей с мамочкой. Хвостиком виляла. Виляла хвостик. Маленький хвостик. Ой, хвостик маленький. Ой, хвостик. Да мы сейчас зубу будем твою показывать. Зуба будет в кадре. Ты что? Зуба в кадре будет. Ой, малые мои. Холодно. Дома холодно. И, видите, тоже тепленько оделась. Потому что нет отопления. У нас вторые сутки нет отопления. И дома похолодало. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Свет есть. Видите, что делать лапой? Потому что я на нее внимание обращу. Ну, ты моя девочка. Да, моя дочечка. Ой, мамочка, скажу. Мама. Хочу быть только с тобой. Только с тобой хочу быть. Вот уже. Верзнет. Кряхтушка. Так что лампы посмотрите. На Промуа зайдите. Пропишите. Аккумуляторная лампа. Там разные есть. Я вам даже вот поискала. Вот смотрите. Вот такая лампа. Только верх. Более. Ну, не такой, как у меня. Тоже прищепка. Тоже гнется, девочки. Вот эта часть. Сейчас. Вот. Цена ее, смотри. Тысяча девятьсот семьдесят. Потом есть вот такая. На мою похожая верхушка. Только тут. Ну, другой формы. Только без прищепки. Сейчас. Подождите. Вот. Вот это она. Я вам вот сфоткала. Смотрите. Стоила тысячу пятьсот девяносто восемь. Ну, сейчас восемьсот. Вот. Можно такую купить. Вот. Смотрите. Такая лампа. Вот. Сегодня я вам фоткала. Для вас поискала. Так что на промо можно найти. В интернете можно найти. Ну, цены, конечно. Ну, она вас будет выручать. Свет выключили. Ну, понятно, она не будет бесконечно сутки работать. Но все равно. Даже вечером там включить, там, ужин приготовить. Хоть как-нибудь она вас выручит. Ну, часов пять будет работать по-любому. Ну, моя лично работает. Фирма. Девочки, сейчас. У меня вот так называется. Вот. Вот. Можете скриншот сделать. Вот, блин, не хочет фокусироваться. Вот так. Вот. Видно вам? Вот такая. У нас шумно к Софии подружка пришла в гости. Веселятся девчонки. Так. У меня холодильник варится уже два часа. Осталось четыре. Четыре. Так. До девяти. До девяти часов еще будет вариться. Дай бог, чтобы не выключили свет. Потом поразбираю все. О, тут у меня все бурлит. Кипит вот. А вы говорите. В мультиварке. Ну, в мультиварке это так. Когда София. София же любит холодец. Можно сварить на, ну, там, маленькую. Ну, маленькую порцию. Там, сколько-то тарелочек. А тут же я хочу и маму угостить. Так что уже холодец варим. Так варим. Кастрюляку. Десятилитровую. Ну, нам не десять, а меньше воды. Надеюсь, хороший получится. Застынет. Он у меня три часа проварится. Потом я добавляю морковь. Добавляю две-три луковицы. Не очищая. Ну, как я ее помою в шелухе. И тогда цвет холодца такой коричневатый. Красивый. Золотистый получается. Так, девчонки. Подарок покажу вам позже. Женя была в шоке от подарка. Женя был в шоке от подарка. Говорит, ну, дети училили. Придумали такое. Покажу вам попозже. Девочки, краны капец. Все краны. Это ужас. После воды. Я вчера ванной наводила порядки. Мыла. Ну, там каждый день ты их моешь. Эти краны. Все равно все так вымазывается. Из-за воды. Ну, ничего. Пусть хоть такая будет. Это лучше, чем ничего. Ну, хотя она, ну, как вы там пишите, тоже в комментариях. У вас там по три дня нет воды. У нас вот уже с водой вообще мы уже привыкли, что ее нет. Ну, даю сейчас по графику. Должны, не знаю, сегодня, наверное, должна или завтра график воды. Сейчас даже пойду попробуем. Уже у нас вода идет. Девочки, узнаем. Мне надо переключиться просто со станции на воду. Сейчас попробуем. Да, идет вода. А, ну, нет. А может и нет. Потому что слабовато. Наверное, не идет. Вот эти вот сами механизмы рытят. Вот так. Если раньше так плавно открывал. Не, нет воды. Это остатки сбегают. И тут тоже кран. Весь уже я его вчера тут чистила, чистила. Все равно. Все везде такое. Тут все вообще пооблазило уже. Ну, ничего, что сделать. Так, контейнеры. Поняла про контейнеры. Буду мыть чаще. Не запускать. Вот, я говорю, за вот эту штуку если весь опустить в миску с там, с раствором. Вот это ж, оно такое глянцевое. Вот это ж все облезет. Но это только достать. И вот так перевернуть и опустить можно. Так, девочки, просили еще рецепт огурцов с кетчупом. Но уже, конечно, сезон огурцов закончился. Давайте я вам продиктую. А кому надо, вы можете себе записать. А то мне каждому под комментариями писать вот эти рецепты. Девчонки, у меня времени нет. Правда. Давайте, девочки. Огурцы с кетчупом. Кому надо рецепт, пишем. 12 стаканов воды. Тереть 3 литра. Получается 3 литра. Ну, а что, мама мне сразу не дала 3 литра. Ну, вот как дала, так я и записала. В общем, 12 стаканов воды. 3 литра получается. 2 стакана сахара. 2 стакана уксуса. 4 столовые ложки соли. 1 пакет кетчупа чили. Все это перекипятить. В банку добавить пол чайной ложки горчицы горошком. Этого маринада хватает на 9 литров. Огурцы залить кипятком и оставить на 15 минут. Водичку слить. Потом заливаете все рассолом. Закатываете в банки, переворачиваете и укутываете. Вот этот рецепт очень мне нравится. Огурцы с кетчупом получаются очень-очень вкусные. Надеюсь, понятно объяснило. Чтобы каждому не записывать, то каждому одному напиши, второму напиши, девочки. Я уже продиктовала, а вы себе все запишите. Так, ладно, ребятки. Буду с вами прощаться, потому что у меня много дел. Много дел. Много дел. Свет есть. Я так готовлю и радуюсь. Готовлю и радуюсь, что у нас есть свет. Хорошо. Но отопления нет. Ну, нам сказали, какая-то поломка. Отремонтируют. Все будет хорошо. Все тогда на сегодня. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Как всегда, в конце лайк не забывайте. Не в начале, а в конце. Или в серединке хотя бы. Всем мирного неба. Чтобы у всех был свет, вода, отопление. И главное, здоровье. Все. Всем пока-пока.